После построения в конце XIX века электродинамики, объединившей в единой теоретической схеме явления электричества, магнетизма и оптики, в физике возникла идея объяснения всех известных физических явлений в одно целое. В результате многих лет работы ученым удалось создать теоретическую конструкцию физики элементарных частиц, описывающую электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц. Полученную модель назвали стандартной, но она почему-то не могла объединить в себе вышеупомянутые взаимодействия и темную материю, темную энергию, а главное – гравитацию. Возможно, что именно тогда было принято решение найти достоверное доказательство существования взаимодействий на основе теории всего путем проведения опытов. Конечно же, проведение подобных экспериментов началось задолго до формирования стандартной модели. Но чем глубже человек хотел заглянуть внутрь материи, тем больше ресурсов для этого требовалось. И вот 10 сентября 2008 года начал работу Большой Адронный Коллайдер, сокращенно БАК. Своё название он вполне оправдывает. Расположился комплекс в кольцевом тоннеле длиной 27 километров на территории сразу двух стран – Швейцарии и Франции, на глубине около 100 метров. Сейчас на БАКе проводятся несколько экспериментов с помощью четырёх основных и трёх вспомогательных детектора, из которых больше всего нас интересуют CMS, ATLAS, LHCB и ТОТЭМ. CMS и ATLAS направлены на изучение бозона Хиггса и поиск проявлений новой физики, то есть явлений, не укладывающихся в стандартную модель, которая описывает известные на сегодня взаимодействия между элементарными частицами. Электромагнитные, слабые и ядерные, они же сильные, последним как раз подвержены адроны. К появлениям новой физики относятся в том числе новые частицы. Эксперимент LHCB предназначен для исследования некоторых адронов прежде всего в контексте проблемы барионной асимметрии, наблюдаемого преобладания в видимой части Вселенной вещества над антивеществом, которое пока объяснить не удается. Наконец, эксперимент ТОТЭМ изучает такие столкновения протонов, при котором они либо не разрушаются вовсе и не порождают новых частиц, либо разваливаются на несколько адронов, но продолжают лететь в целом в том же направлении. Принцип работы бака напоминает телевизор с кинескопом, которым создавался пучок электронов. Фокусировался, ускорялся и направлялся, чтобы электроны, попадая на нужную часть экрана, засвечивали люминофор. И получалось изображение. Только вот в баке электронно-лучевая трубка длиннее и замкнута в кольцо, а вместо электронов до скоростей близких к скорости света разгоняют протоны и ядра атомов, обычно свинца, а затем сталкивают их друг с другом. На протяжении всего контура установлены поворотные дополнительные магниты, 154 в каждом секторе, всего 1232, благодаря полю которых сгустки протонов постоянно поворачиваются, оставаясь внутри ускорительного кольца. Специальные фокусирующие магниты, всего 392 квадрупольных магнита, сдерживают поперечные колебания протонов, не давая им задевать стенки узкой вакуумной трубы. Наконец, в месте инжекции протонов в кольцо, а также в точке сброса пучка стоят специальные магниты, кикеры и септумы. В ходе нормальной работы бак они выключены, а включаются только в тот момент, когда очередной сгусток протонов вбрасывается в коллайдер из предварительного ускорителя, или же когда пучок выводится из ускорителя. Главная особенность этих магнитов в том, что они включаются примерно за 3 микросекунды. Это намного меньше, чем время полного оборота пучка. Например, в случае обнаружения системой слежения за пучком его выхода из-под контроля, эти магниты включаются и быстро выводят пучок из ускорителя. Столкновения на огромных скоростях позволяют создать большую энергию в очень маленьком пространстве и появляется возможность для рождения уже хорошо известных или только предсказанных частиц. Ускоритель рассчитывался на столкновение протонов суммарной энергии 14 терраэлектронвольт в системе центра масс налетающих частиц, а также на столкновение ядер свинца с энергией 1150 терраэлектронвольт или 10 терраэлектронвольт на каждую пару сталкивающихся нуклонов. Приставка терра может напугать неподготовленного человека. Наверное, это очень много. В принципе, да. Терра значит умноженное на тысячу миллиардов. То есть это тысяча миллиардов электронвольт. Появляется закономерный вопрос. А не взорвет ли такая куча электронвольт все на свете? К счастью, нет. Дело в том, что один электронвольт это очень мало. Один электронвольт равен энергии, которая необходима для переноса электрона в электростатическом поле между точками с разницей потенциалов один вольт. Вообразите себе один электрон. И вот его нужно перенести. Представьте, какая это кроха энергии. Для того, чтобы было понятно, переведем рекордные цифры в более понятные единицы энергии. Если пересчитать один с небольшим терраэлектронвольтов калории, получится меньше одной миллионной калории. Вы даже не сможете откусить такого маленького кусочка шоколада, чтобы получить эту каплю энергии. Но в квантовой физике это весьма ощутимая величина. Например, энергия, образованная одной молекулой воды из водорода и кислорода, равна трем электронвольтам. Так, гоняя частицы на скоростях близких к скорости света и сталкивая их между собой с колоссальными энергиями, летом 2012 года физики Бак объявили об открытии, ради которого все и было затеяно. Им удалось зарегистрировать бозон Хиггса, частицу, которая завершает картину мира современной науки. Ее еще называют частицей Бога. Это понимание не на уровне атомов и молекул, а куда более фундаментальное и потому столь важное. Вся материя во Вселенной и мы сами и далекие звезды состоит из элементарных частиц. Два типа кварки и лептоны представляют собой вещество, еще три типа глюоны, фотоны и бозоны являются переносчиками взаимодействий, которые и держат частицы вместе, обеспечивая все многообразие материального мира. Все эти частицы были не только предсказаны теоретически, но и открыты экспериментально до конца 20 века, кроме бозона Хиггса. Он занимает некоторое промежуточное положение. Собственно, механизм Хиггса, предложенный Питером Хиггсом и Франсуа Энглером, объясняет, откуда у частиц берется масса. Частицы вещества буквально пробираются через поле Хиггса, и это придает им инертную массу. Если бы это объяснение оказалось неверным, то и всей стройной системе мира стандартной модели грош цена. Вот почему бозон Хиггса так искали. А когда нашли, уже через год дали за это Нобелевскую премию. С точки зрения фундаментальной науки, это настолько крупное открытие, что многие из нас могут и не застать за время своей жизни ничего близкого по масштабу. Но закрывать физику еще рано. Парадоксальным образом открытие бозона Хиггса сделало поиск теории всего для физиков еще более увлекательным и загадочным. И масло в этот огонь подлило второе открытие последних лет, которое может приблизиться по важности к бозону Хиггса – наблюдение гравитационных волн. На самом деле они очень похожи. Оба были теоретически предсказаны, но нуждались в экспериментальном подтверждении. И в обоих случаях многие ученые в глубине души надеялись, что эксперимент не подтвердит теорию. Дело в том, что стандартная модель описывает частицы переносчиков всех взаимодействий, кроме гравитационного. Все эти частицы уже найдены, и экспериментально вопросов к ним нет. Другой Хиггс, таким образом, мог бы подсказать, в какую сторону копать в поисках гипотетического гравитона. Другие гравитационные волны могли бы дать подсказку о квантовой гравитации, но этого не произошло. Оба эксперимента в точности подтвердили теорию, а физикам, в том числе и на бак, придется искать объяснение природы гравитации с чистого листа. Помимо этого, эксперименты CMS и Atlas, независимо друг от друга, заявили об экспериментальном обнаружении распада бозона Хиггса на два миона. Отдельную сложность в регистрации распада бозона Хиггса на два миона составил тот факт, что мионная пара может родиться в сотнях различных регистрируемых событий, во многообразии которых необходимо найти единственный нужный распад. Для этого физики искали экспериментальных данных такие два миона, что сумма их масс равна массе бозона Хиггса, которая составляет 125 гигаэлектронвольт. При этом такие мионы должны вылетать из одной точки пространства, что делает необходимым анализ не только их энергии, но и направление их движения. В решении этой задачи были использованы машинное обучение, многоступенчатое моделирование фоновых процессов и многие другие техники улучшения чувствительности регистрации искомого распада. Это открытие позволит увеличить точность в определении вероятности данного распада, что в случае совпадения новых данных со стандартной моделью позволит еще сильнее ограничить новую физику, которая, в свою очередь, призвана объяснить недостатки стандартной модели, такие как происхождение массы, сильная СП-проблема, нейтринные осцилляции, асимметрия материи и антиматерии, происхождение темной материи и темной энергии. Другие направления работ на Большом адронном коллайдере – поиски и наработка антиматерии, вещества с потенциально неисчерпаемым источником энергии. Антиматерия – это то, что возникло почти сразу после Большого взрыва, а затем бесследно исчезло. Оставив лишь след из хлебных крошек. В 2010-м ученым даже удалось ненадолго приблизиться к получению и удержанию рекордного количества антиматерии в течение 0,2 секунды. Церни научились увеличивать время жизни антиматерии, для чего стали использовать ловушки панинга, которые позволяют хранение антипротонов и других заряженных античастиц. Выяснилось, что потенциально антиматерия обладает огромным запасом энергии. Если допустить, что двигатель, основанный на взаимодействии, а точнее противодействии материи и антиматерии, поместить в космический корабль, то незначительного количества вещества, нескольких миллиграммов, будет достаточно для полета от Земли к краю Солнечной системы и обратно. Сейчас антивещество известно как самая дорогая субстанция на планете. По оценке ЦЕРН 2001 года производство миллиардной доли грамма антивещества, объем использованный ЦЕРН в столкновениях частиц и античастиц в течение 10 лет, стоило нескольких сотен миллионов швейцарских франков. И какими бы значимыми не были эти открытия, находятся специалисты и представители общественности, высказывающие опасения, что существует вероятность выхода проводимых в коллайдере экспериментов из-под контроля. Как следствие, развитие цепной реакции, которая при определенных условиях теоретически может уничтожить всю планету. Наиболее часто обсуждаются опасность возникновения микроскопических черных дыр с последующим захватом окружающей материи, а также угроза возникновения страпелек – гипотетических объектов, состоящих из неизвестной материи, способных преобразовать всю материю Вселенной. Однако все говорит о том, что коллайдер не представляет сколько-нибудь новой по сравнению с предыдущими ускорителями опасности. Энергия столкновения частиц в нем на порядке выше, чем те, при которых могут эффективно образовываться ядра. Так что, если бы страпельки могли возникать в бак, они бы еще в больших количествах возникли и в релятивистском ускорителе тяжелых ионов RHIC, поскольку количество столкновений там выше, а энергии ниже. Но этого не происходит. Недавно оказалось, что для полноценных экспериментов в направлении изучения антиматерии нужно больше мощности. Именно по этой причине большой адронный коллайдер скоро демонтируют и начнут строить на его месте новый кольцевой ускоритель Future Circular Collider FCC. Начать его строительство планируют в 2038 году, а итоговая смета за новый ускоритель частиц будет около 30 миллиардов долларов. Доктор Фредерик Бордри, директор ЦЕРНА по ускорителям и технологиям, полагает, что требуемая для проекта сумма, поделенная между несколькими странами, да еще на временном отрезке в 20-30 лет, вполне разумная цена для столь передового проекта. Когда меня спрашивают, что даст людям бозон Хиггса, я отвечаю – бозонику, говорит он. Что это такое, я не знаю. Но вспомните, что когда в 1897 году Томпсон открыл электрон, он тоже не знал, что такое электроника, и представить современный мир без нее невозможно. Вполне вероятно, что результаты экспериментов в новом ускорителе тоже окажутся столь же полезны человечеству. Мы просто еще не знаем, как это будет и, главное, когда.